Зажигалочка Привет, друзья! С вами опять Зажигалочка. Вчера ночью мы приехали в гостиницу поздно. Мы отлично отдохнули. И мы будем сегодня продолжать наше путешествие на машине Тесла по Калифорнии. Но прежде чем мы продолжим наше путешествие, я вам хочу рассказать об очень уникальном отеле гостиницы Санта-Мария, в котором мы останавливались. Привет, друзья! У нас второе утро после того, как мы провели ночь в знаменитом отеле, в котором останавливалось очень много знаменитостей. Гостиница была создана в 1917 году. И тут останавливались и президенты, и Мерлин Монро, и многие другие. И вот тут за моей спиной портреты некоторых знаменитых американцев, которые останавливались здесь. Гостиница расположена в самом сердце Санта-Мария, города между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом. Этот отель был местом остановки для людей, путешествующих по Эль Камино-Риаль. Эль Камино-Риаль, в переводе с испанского, королевская дорога, памятный маршрут протяженностью 965 километров, соединяющий 21 испанскую миссию в Калифорнии. Отель сохранен в английском стиле, как он был изначально, конечно, с улучшенными условиями проживания. Но, тем не менее, здание очень оригинальное, и просто тут ходишь как по музею. Стены разрисованы жизнью людей тех времен. И вот за мной тут как раз портреты тех знаменитых людей, которые останавливались. Отель может похвастаться комфортом и стилем английской сельской местности, а также элегантности ушедшей эпохи. Идеально расположенный в нескольких минутах ходьбы от живописного винодельческого региона Центрального побережья, отель представляет собой очаровательное сочетание роскоши, комфорта, безупречного обслуживания и современных удобств, которые ожидают как деловые путешественники, так и туристы. Первоначально построенный в 1917 году Фрэнком Джоном Маккой, как скромный отель на 24 номера, он стал популярным местом для знаменитостей и публики, посещающих всемирно известные виноградники, а также на протяжении многих лет в отеле Санта-Мария останавливались многие известные личности. От голливудских звезд до политических деятелей, в том числе Чарли Чаплина, Рудольфа Валентина, Бет Дэвис, Бинго Кросби и президента Гувера. Ходят слухи, что сама Мерлин Монро однажды останавливалась в отеле Санта-Мария во время съемок фильма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Гостиница – класть историй и артефактов. В отеле вы найдете очаровательные фотографии, картины и другие исторические реликвии, демонстрирующие богатое прошлое этого района. Коридоры и общественные места отеля украшены произведениями искусства и декором, которые переносят вас в ушедшую эпоху, создавая поистине единственную в своем роде атмосферу. Ходят слухи, что в гостинице Санта-Мария живет много призраков. Одним из них является капитан дальнего плавания, которого впервые увидели через несколько лет после постройки отеля в 1917 году. Считается, что он был убит своей любовницей и, как сообщается, часто посещает отель. Его привидения видели много раз, и он, предположительно, больше всего привязан к комнате 210. Говорят, что призрак легендарного актера Рудольфа Валентина тоже часто посещает гостиницу Санта-Мария. Сообщается, что он привязан к комнате 221, где любит стучать в дверь и даже был замечен лежащим на кровати в этой комнате, и его вмятина была видна на верхней части одеяла. Также сообщалось о признаке женщины, известной как Пеппи. Кто именно эта молодая женщина, неизвестно. Она была кокаиновой наркоманкой и была известна как Пеппи из-за своего постоянного приподнятого настроения. Сообщалось также о других явлениях внутри комнат, садов и подвала. К ним относится пианино, которое играет само по себе, загадочные следы, открывающиеся и закрывающиеся двери, внезапные перепады температуры, бестелесные шаги и даже активность полтергейста. Эта гостиница входит в сеть исторических отелей Америки, и ее пытаются сохранить в таком виде, каком она была, включая то, что, несмотря на то, что погода достаточно теплая на улице, но тем не менее тут горят камины. Музыка, правда, не тех времен, достаточно современная. Я рада, что мы остановились в этом отеле, который называется «Хисторик Санта-Мария Ине» в городе Санта-Мария. И получилось так, что я уже второй раз в этом отеле. И выбирая гостиницы на Booking.com, почему-то этот отель привлекает именно к себе. Меня уже второй раз, я не знала, что мы сюда едем. Это исторический отель в английском стиле, созданный в 1917 году, сохранивший вот эту атмосферу. И мы тут, правда, очень хорошо отдохнули. Очень красиво. Отель Санта-Мария расположен в красивом регионе. Это не только винные сады, это еще и сельскохозяйственные угодья, и отсюда, совсем недалеко, Тихий океан. По этому маршруту мы поедем в следующем фильме. Я пристела вот этому водопаду, а вот это не глупо. Он меня прямо схвачил замок своей лапой. Вот такой хитрый. А сегодня подпишитесь на мой канал и поставьте лайк. Смотрите мои видео и наслаждайтесь своей жизнью. Ваша зажигалочка.